Молодое отечественное издательство пиксель в рамке представляет комикс человек вентилятор здесь все как мы любим классическая рисовка колоритные персонажи великолепный пародийный юмор если ты любишь комиксы то не пропусти это событие ведь скоро в начале марта выйдет второй выпуск этого комикса спрашиваю магазина своего города все ссылки будут в описании всем привет друзья вы смотрите игра хроники передачи в которой рассматривается самые интересные события из истории игровой индустрии и сегодняшний выпуск пойдет об электроне карты sega а точнее бы взаимоотношениях тогда когда sega вступила на американский рынок со своей консоли sega genesis и нужна была поддержка и как вы думаете почему в картриджи от электроника от всегда были немного другие не такие как обычные картриджи для мега драйва для genesis причем имели у себя на корпусе вот такого желтую штучку а ведь этот картридж хранит себе много интересных тайн которых мы сегодня попробуем разобраться electronic arts начала свою деятельность 1982 году во главе с трипом хокинсом известным человеком который спустя чуть более десяти лет подарил миру консоль 3d о первое время они были целиком заняты рынком домашних компьютеров в 1983 году для commodore atari apple выходят их первые тайтлы это бонус вопросительным знаком в конце названия pinball construction сет и hard hat mac хокин вспоминает что эти игры были очень позитивно восприняты рынком в котором не хватало игр поскольку персональные компьютеры тогда в основном предназначались для работы многие поддерживали его видение что вскоре домашние компьютеры станут центром развлечений для всей семьи и игровая отрасль в этом направлении будет только расти хокинс оказался прав и так его компания быстро заняла лидирующие позиции как разработчика и издателя множество игр для пк такие компьютеры как commodore amiga в восьмидесятых были чрезвычайно популярны и продажи игр для этой системы были впечатляющими так electronic arts начала стремительно расширять свою игровую библиотеку год за годом хокин скептически смотрел на рынок консолей и не проявлял к нему никакого интереса после появления нинтендо на рынке сша он особо не верил в их успех однако когда нинтендо начала стремительно развиваться и доминировать сегменте игровых консолей его мнение хоть и изменилось но отношение компании осталось таким же его крайне не устраивало монополисткой отношение нинтендо к сторонним издателям разработчикам тотальный контроль производства игр высокие роялти а также эксклюзивные права нинтендо которые запрещали издателям портировать свои проекты с н и с куда либо еще это все не устраивало руководство electronic arts несмотря на то что позднее нинтендо обратилась кейс просьба разработать несколько проектов для их 8 битной консоли те отказались хокинс утверждал что консоли недостаточно мощные как персональные компьютеры у них ограниченные ресурсы а также картриджи вместительность которых уступает носителям на персональных компьютерах словом игровые консоли были лишь детскими игрушками и не имели ничего общего с серьезными персональными компьютерами но все изменилось 1988 году когда появились первые слухи о приходе 16 битной консоли сега в сша хокинс стал рассматривать вариант работы с новой системой считая что ее ждет большой успех во многом его интерес к этому возник благодаря тому что центральный процессор у мега драйва был motorola 68 3 0 очень популярны среди домашних компьютеров тех лет это означало что и и могли бы с легкостью портировать большую часть своих игр на домашнюю консоль без особых проблем рассчитывая на то что в американском регионе спецификации консоли будут такими же как и мега драйва в японии 3 хокинс собирает команду инженеров и программистов на новый проект реверс инженеринга их цель попытаться максимально точно воссоздать железо мега драйва и использовать его в качестве деф-кита тогда сега рассылала деф-киты крайне ограниченному кругу издателей не дружила плотно с американскими компаниями потому электроник арт решили ничего не ждать и понадеялись лишь на собственные инициативы незадолго после официального старта продаж дженезис сша и вечеринки которая прошла в честь запуска новой консоли от сега где было множество важных гостей в том числе сам дональд трамп электроник арт предложила сега особое сотрудничество их не устраивала строгая политика нинтендо с тотальным контролем над сторонними разработчиками издателями а также высокими отчислениями помимо всего прочего нинтендо обязывала компании закупать картриджи самостоятельно для производства своих игр а их стоимость составляла от 10 до 20 долларов за штуку электроник арт хотела заключить сега особенное партнерство которое позволило бы ей избежать лишних затрат но сега решила во всем подражать нинтендо и тоже придерживаться подобного принципа и и взамен на послабление условий предоставила бы большую библиотеку своих игр и поддержку на североамериканском рынке но сега была непреклонной тогда глава американского отделения сега майкл кац чувствовал себя самоуверенно и не сомневался что сега должна иметь тоже строгие правила в отношении лицензирования сторонних компаний переговоры несколько раз прошли безрезультатно и как-то майкл кац насмешливо сказал раз вас не устраивают условия лицензированы единственное что вам поможет это реверс инжиниринг так как вспоминает trip он тогда ничего не ответил и молча покинул комнату с коллегами он хотел дать шанс урегулировать вопрос прежде чем без согласия сега выпускать собственные игры тогда еще никто не знал что и и уже ступила на этот путь но в отличие от тенген когда те нарушили закон об интеллектуальной собственности в отношении нинтендо и и работали над проектом по так называемому принципу чистая комната это такой метод в обратной инженерии где может копироваться технологии дизайн без нарушения авторских прав так как его основе лежит независимое изобретение и знания получены только лишь с открытых источников команда ей действительно работала в чистой среде и в основном опиралась лишь на свой опыт полученный от создания игр под процессором motorola так в конце 1989 года они разработали девкит под названием спроуп сокращенный от sega probe он до сих пор хранится музей кампуса электроник артс наряду с другими изобретениями и девкитами остальных производителей хотя в массовое производство этот самодельный девкит никогда не поступал однако он использовался внутри компании во время разработки некоторых игр для sega genesis и megadrive основную работу над девкитом провел тери фоулер известный инженер компании он придумал способ подключить девкит к маку и отправлять с компьютера данные прямо в спроуп немного позднее в изобрели даже специальный картридж работающий на батарейках он позволял переносить закодированные на спроуп игры чтобы передавать их примеру на проверку качества или пускать сразу массовое производство собственно первой игрой для системы которая была создана при помощи данного девкита это джон мэдден футбол далее список дополняет такие игры как будокан и популас это первые и ай тайтлы для 16 битной genesis был ли такой девкит законным с правовой точки зрения он был легальным хоть и неофициальным дело в том что у и ай правда не было доступа к официальным девкитом sega ровно как и прочей закрытой информации доступны лишь инженерам и партнерам компаниям поскольку в те годы у них sega не было еще никаких партнерских соглашений и стало быть такой девайс любой суд признал бы уникального созданным самостоятельно без каких-либо прямых нарушений интеллектуальной собственности доказать неправомерность действий и и было бы очень сложно чисто технически это дженези совместимый девайс преддверии консумер электроник шоу и эй снова встретилась с руководством sega trip hawkins представил собственный девкитс проб изначально представители sega были в ярости угрожая судебными разбирательствами но шло очень долгое обсуждение trip напомнил им что с его стороны никаких нарушений нет и sega в случае отказа действительно окажется в очень неловком положении во первых случае отказа от официального сотрудничества sega вообще не будет получать никакой прибыли с продажи игр во вторых другие компании могут даже обратиться к ей как издателю для производства и распространения своих игр тогда sega потерпит большой крах это понимали как том калинский таки хаяу накаяма в итоге sega пошла на уступки заключив с ее лицензионное соглашение скидка на роялти составляла 60 процентов с продажи игр также sega обязуется не ограничивать и не контролировать количество тайтлов которые делает и и для sega genesis добавок ко всему вопрос производства картриджей лежит на самой компании издатели в electronic arts были заводы в тайване и пуэрто-рико так что расходы будут заметно ниже чем если бы все эти вопросы решались через sega так как работа будет вестись напрямую без лишних затрат иначе для и требовалось бы платить от 8 до 10 долларов за каждый картридж sega не давала никаких рекомендаций руководства поводу внешнего вида картриджа это целиком и полностью был вопрос компетенции только издателя и и хотели чтобы их игры всегда выделяли среди прочих так они добавили желтый элемент в корпус картриджа с выгравированным логотипом electronic arts помимо этого сами картриджи были немного крупнее обычных взамен electronic arts предоставляет sega большую библиотеку своих игр включая также спортивные тайтлы которых так не хватало новой платформе на американском рынке у sega в основном все разработчики были в японии и не делали таких игр которые были бы хорошо понятны и интересны западному геймеру партнерство с ea помогла бы достичь заметных успехов на новой территории тем самым успешно сотрудничать с нинтендо так сделка осуществилась и на выставке были представлены первые и ай тайтлы для sega genesis продажи этих игр были впечатляющими а спортивная игра madden football побила всевозможные рекорды как показало время три покин вспоминает когда мы работали с компьютерными играми для нас было счастьем продать 50 тысяч копий у sega была цель добиться продаж консолей 500 тысяч мы подумали что если у них такие намерения то вероятно мы сможем достичь отметки 50 тысяч после выхода madden football я думаю продажи консолей достигли желаемых цифр а наша игра разошла с тиражом более 100 тысяч копий это был невероятный результат нинтендо увидела как идут дела у sega благодаря сторонним компаниям и решает поменять свою политику лицензирования и стать более открытыми они налаживают сотрудничество с и и отсылает им свои дэв киты хокин вспоминает когда мы объявили о партнерстве с нинтендо наши акции взлетели а когда общественность узнала соглашение sega упали первые годы жизни новой консоли никто не верил что sega делает что-то стоящее все ждали нинтендо и не воспринимали других производителей всерьез но постепенно настроение людей стали меняться ведь sega усиленно старалась для американского рынка разные игры с участием популярных звезд например майкл джексон спортивные игры а также порты с персональных компьютеров все это не только пополняла библиотеку платформы но и прибавляла репутации доверия к sega таким образом и эй помогала обеим компаниям но вспоминая те годы сотрудничество с sega было крайне важным ведь дальнейшем электроник арс выпускала много значимых игр для дженезис числе которых были те что не достали супер нинтендо примеру серия road rash и эй также предоставляла сега эксклюзивы как например ньютон лига хаки и некоторые другие все го вовремя осознали что с ее надо быть партнерами а не соперниками это крупный игрок на рынке в отличие от околейт которые все же производили свои карты же без лицензии sega имея при этом некоторые проблемы а с ее бороться было непросто тем самым так и играть ей всегда выделялись и внешне имея собственный неповторимый дизайн покупатель знал чьи фирмы картридж и в коллекции sega они всегда были особенными чего не скажешь об ее играх на супер нинтендо и эй же свою очередь поддерживали 16-битную консоль как только могли выпустив лишь последнюю нхл 98 ну вот и все теперь вы знаете о sega и об электроник арт чуть больше об их взаимоотношениях если вам было интересно что-то новое узнали то пожалуйста поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал если еще этого не сделали также оставляйте свои комментарии мне будет интересно и почитать увидимся уже скоро всем пока а